есть такой гормон называется тестостерон но это вот такой гормон мощный в основном мужчин гормон который связан сексуально сексуальная энергия мужская и он имеет свойство повышаться понижаться с возрастом может он уменьшается количество гормона но этот гормон довольно таки такой мощно воздействует на наше психическое состояние особенно когда ты в таком возрасте за 50 вот я чувствую когда у меня он начинает расти я становлюсь такой вот много злобный меня как-то переворачивает и начинает что-то спорить там понятно потом понимаю что это все-таки только гормон то есть это надо достаточно то что только пойти выйти на улицу прогуляться так часок погулять еще и он понижается это как то есть находишься уже в более гармоничном состоянии ну и когда вот мы общаемся в том же фейсбуке там в личке что-то начинаем писать друг другу там переписываться это очень странное состояние то есть я иногда начинаю спорить и чувствую как вот я вот попадаю под влияние вот этого гормона и начинают что-то писать какую-то даже глупость то есть я не могу себя контролировать у меня начинается как будто что-то в тебе вот это вырабатывается такой петушинное ты начинаешь очень в такое глупое состояние потом жалеешь думаешь ну глупость какая то есть вообще переписываться в личке фейсбуке довольно опасно потому что как того человека особенность того человека хорошо знаешь в жизни да он такой а то какой человек в фейсбуке совершенно другое это просто какая-то действительно аватарка если ты хочешь с кем-то просто пообщаться то есть конечно лучше взять позвонить и немножко так минут 20 поболтать спокойно но с тем же петоном в день чем моим другом то есть мы казак разговаривать то есть хорошо все мы можем поговорить но переписываться это совершенно глупое занятие даже если вы прекрасно общаетесь так по переписке но я понял что это не очень правильно и ну и вообще лучше от этого отказаться вот я сейчас только что у меня есть такая подруга какая-то такая старая она розенкрейсер была все гностик ну и мы как-то так что-то она мне написала что она там кого-то слушает я ей что-то написала что и чувствую а потом там есть такой момент какой-то вакуум ты пишешь а оттуда с той стороны ничего ничего тебе не присылают и ты начинаешь заводиться тестостерон вырабатывается а оттуда хоп пустота зависает и ты чувствуешь вот все то есть когда в живой жизни такого не может произойти то есть в живой жизни люди садятся за стол там они о чем-то говорят так сказать они пьют чай ну перебивают друг друга конечно но так как ты не заводишься а тут когда начинаешь писать чувствуешь у тебя что-то как гипофиз как-то не так заработала ты начинаешь писать то что принципе не думаешь вот это есть я думаю это какое-то воздействие вот этого гормона глупого опять же вот связь очень мощная голова и сексуальная чакра там что-то тут еще идут идут какие-то эти импульсы и голова отключается и ты что-то вообще начинаешь писать ну это так можно к этому кстати с юмором отнестись но когда ты живешь в америке и тебе мало с кем есть поговорить вот так то это довольно-таки мучительно то есть ты хочешь поговорить по-настоящему там то и сего а потом понимаешь что ты упираешься вот это тот же фейсбук он совершенно не дает никакого никакой гармонизации этих импульсов желание общаться это мы уже как-то поняли семь лет прошло этому фейсбуку поэтому я вот как бы мы стараюсь избегать всего этого ну просто вешаешь какие-то посты там какие-то тексты ну и надо максимально от него так сказать от страниц то есть это фейсбук это как бы вот такая но область где-то утром встаешь ну еще в хорошем может настроении туда что-нибудь напишешь или так сказать и все оттуда надо уходить делать ноги заниматься совершенно другими делами то есть по семейными там варить борщ заниматься языками вот я сейчас у меня увлечение я думаю параллельно вот интересно заниматься сразу там тремя языками то есть не с целью их выучить а просто заниматься совершенно разными языками вот примерно я занимаюсь итальянским китайским и вот может быть арабским научиться по-арабски читать по-китайски какие-то иероглифы итальянский там другой мне просто нравится очень и как-то это довольно хорошо стабилизирует психику то есть вот как я понял какое-то интересное упражнение конечно еще лучше ходить какую-то группу людей где там они изучают тот же китайский или там арабский и с ними общаться хотя бы раз в недельку это было бы совсем прекрасно где ты общаешься с людьми совершенно разными и нет очень я читаю что живое общение оно очень важно то есть мы вот такие социальные животные и когда его нет человек потихоньку конечно сходит с ума но это еще в тюрьмах это все проводятся эти карцеры там наказание но человек может конечно с этим пытаться ну не ссадить с ума то есть не а вот когда он это умеет смотреть на себя немножко со стороны и понимать что вот эти все вот выбросы какой-то злобы все это все просто такая гормональная система вот сейчас ты в плохом настроении там что-то там что-то видимо съел не то и когда ты научишься себя как бы контролировать свои эти всплески это кстати очень самое это моя меня моя мечта уметь научиться контролировать свои эти импульсы не говорить ничего лишнего умение помолчать именно в америке я этому потихоньку научился раньше меня абсолютно то есть меня вот нажали на кнопку красную я тут же как-то реагирую обидеть было очень легко сейчас обидеть тоже можно но уже не так то есть я уже не такой обидчивый то есть это кстати есть некий прогресс то есть это есть некий прогресс прогресс жизни в америке то есть не так не такая обидчивость то есть ну все люди разные все находятся в разных разных ступенях своего эволюционного развития и конечно не надо думать что твои прежние там московские друзья они такие-то ты такой-то просто ты уехал из той из той среды мы постепенно за эти семь восемь лет и конечно поменялся друзья поменялся они по-другому поменялись и это процесс грустный но нормально ну в общем я хотел этот монолог посвятить больше гормону тестостерона который я кстати я все это не очень хорошо знаю но я просто читаю тоже википедию понятно потому что там ничего особо не почитаешь интересного но вот это вот интересно что особенно у мужчин который который уже находится на закате своей сексуальной активности у них тоже это есть и вот они становятся вот сейчас вот этот что ты пытаешься быть молодым еще пытаешься сказать вот это понравится молодым девушкам это совершенно глупое занятие это очень много на это тратится энергии опять же ты жизненной энергии на эти обиды на эти вот споры попытка что-то такое вот сказать что прав вот он прав ну мы просто немножко поспорил на тему этих учителей так называемые духовные учителя которые вот человек жаждет в своей жизни встретить и и вот он с доверием относится вот как жалко это вот хотя отдельная уже тема духовные учителя может быть я в следующий монолог я хочу на эту тему поговорить спасибо это был федор лапшинский спасибо